Поддерживать тело в тонусе – одна из основных причин, по которой бывшая профессиональная спортсменка Валентина Строганова занимается йогой. Кандидат в мастера спорта по фехтованию привыкла к ежедневным физическим нагрузкам и даже сейчас в свои 70 лет старается поддерживать форму. Для меня важно, чтобы у меня сохранились эти качества, которые мне позволят в дальнейшем наклоняться, безболезно все это делать. И тем более, что здесь очень хорошая атмосфера, очень теплый прием и занятие доступное, понятно. У инструктора Сергея Армашова индивидуальный подход к каждому участнику. Нагрузка во время тренировок рассчитана с учетом возрастных особенностей старшего поколения. Для занятий практически не существует противопоказаний, а начать тренироваться можно в любом возрасте и с любыми физическими данными. У нас программа именно для людей старшего возраста. Хотя занятие называется йога, но в принципе мы так занимаемся больше йога-терапией. Это направлено на профилактику болезней хронических, которые уже присущи людям после 55. То есть это, скажем, остеопороз, метаболический синдром, такие проявления возрастные. По словам участниц программы «Активное долголетие», эффект от йоги достигается достаточно быстро. Некоторые отмечают, что чувствуют себя намного лучше уже на втором занятии. Главное в этом деле – настрой и замечательный наставник. Очень хороший у нас преподаватель Сергей Петрович. Очень активно, доступно, доходчиво объясняет нам все позиции осаны. Я вообще желаю всем пенсионерам, которые вступили в «Активное долголетие», приходить сюда и заниматься. Гармоничная, наверное, наука, она же очень древняя. И поэтому чувствуешь себя замечательно в нашем возрасте. И очень доступное обучение, очень комфортная, хорошая атмосфера. И все же Сергей Армашов разделил спортсменок на две группы. В первой – начинающие. Для них нагрузки более мягкие и плавные. Вторая группа уже люди, которые занимаются давно. Но некоторые вот прям со дня моего прихода сюда занимаются. Вот с ними, конечно, да, мы можем там сурин и маскар сделать. Это уже практика такая динамическая, да, там положение стоя, положение там лежа, да, вот переходы такие. Постигать древние практики может любой желающий. В Центре социального обслуживания «Домодедовский» занятия проходят три раза в неделю. А в летний период еще и на свежем воздухе. Легкий ветерок и пение птиц усиливает эффект от таких тренировок, считают участницы программы. И это прекрасный способ соединиться с природой и зарядиться ее энергией. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.